Девочка-пай Девочка-пай Ну что, сегодня день домашних животных О, круто, обожаю Я знаю, что у тебя кошки уже есть Две Правильно? Нужно что-то необычное, интересное Вот какое бы экзотическое животное Экзотическое Может, ты себе бы взял Обезьяну взял бы себе Обезьяну Обезьяну? Да Зачем тебе обезьяна? Хочу проверить теорию эволюции Вот она бы у меня жива Ага Ты бы эту теорию эволюции даже, может быть, не проверил Потому что она тебе весь дом бы разнесла Ты знаешь, они вообще какие? Надо в клетках держать Да Да, конечно Давай что-нибудь другое Тогда ленивца Ленивца? Ленивца А ленивец-то тебе зачем? Ты сам как ленивец, ленишься постоянно Вот А так хотя бы компаньон Не обидно будет, не стыдно Так, знаешь что, ленивец Все, давай-ка пока ты не обленился совсем уже Пойдем на девятую студию Немножечко поработаем Давай, давай, пойдем За что мне такой ленивый ведущий, а? Иду, иду Добрый вечер, друзья! Девятая студия Твой яркий вечер начинается здесь Ну что, сегодня будем дарить вам хорошее настроение, подарки и, конечно же, полезную информацию В этой студии, в девятой, Николай Захарченко Алена Милина и потрясающие люди, которые сделали для других потрясающих людей этот замечательный эфир Ура! Ну что, друзья, сегодня вторник, но я знаю, что многие подустали, потому что понедельник работали, вторник работали, ну все На этом рабочий день мы считаем, что окончен, можно приступать к развлечениям А развлечения сегодня будут разнообразные Во-первых, это мы, во-вторых, это наши гости, в-третьих, это наши сюжеты, в-четвертых, это наше замечательное не задание, это, наверное, вопрос Вопрос, за который вы можете получить подарки Сначала вопрос Да, сегодня отмечается День домашних животных, поэтому мы хотим вас спросить, какое бы домашнее животное вы себе завели Можно бы фантазировать что-то экзотическое, интересное, можно, например, если у вас реально есть в планах, например, завести котенка, ну расскажите нам об этом Может быть, как-то особо готовиться вы будете, может быть, какую-то породу, вот, например, высматриваете Я, например, когда заводила собаку, я все прочитала про все породы, ребята, я ходила и просто знала каждую, можно сказать, породу в этом городе Вот, поэтому пишите, рассказывайте, если у вас есть уже питомец, рассказывайте про него А если он необычный, то тем более рассказывайте про него, вдруг это удав Вау, вот это да, я сегодня выяснил Есть люди с удавами в городе у нас, так что давайте про всех своих животных рассказывайте, лучшие комментарии, как обычно, получают приз Призы у нас вау У нас сегодня просто вау Во-первых, друзья, у нас есть вот такой вот сертификат в одну из сеть бутербродных Поесть Вкусно будет точно Вот такой вот золотой сертификат Во-вторых, нужно что-то вам попить Поэтому у нас сертификат на напитки, друзья В общем, поесть, попить и, как говорится, как говорили, с хлеба и зрелищ Развлечься Разыгрываем еще два билета на КВН Дело в том, что в субботу у нас предстоит замечательная игра Две игры, это премьер-лига и высшая лига в эту субботу в 2 часа и в 7 часов Мы разыгрываем билеты на высшую лигу на 7 часов вечера Приходите, будет смешно Но если вы ждете, как хотите выиграть билетов, то просто пишите комментарии на тему вашей Группа ВКонтакте, девятка ТВ Киров, к вашим услугам, какое животное вы бы хотели завести Пишите туда, ну а также нам можно позвонить, телефон прямого эфира 35 14 04 Рассказывайте, как прошел ваш день, отвечайте на вопрос вечера Да просто передавайте привет и поздравления, все это будем читать и общаться Именно так и делайте, поэтому мы сегодня для этого здесь и собрались, чтобы сделать ваш вечер более классным Чтобы вот такой вечер сделать, чтобы вот вы завтра утром проснулись и еще остатки этого хорошего настроения на вечер у вас были Да, ну а прямо сейчас будем отмечать еще один классный праздник Дело в том, что сегодня отмечается день мусса Как давно вы пробовали Николай мусс? Давненько Давненько, что-то он не готовил мусс, надо исправлять срочно эту ситуацию Потому что ты не знал рецепта А вот сейчас на ваших глазах просто потрясающий простой рецепт А между прочим мусс из хурмы Привет, друзья! С вами Юлия Липунова и полезные сладости Сегодня международный день мусса Кто не знает, мусс это такой французский десерт, который готовится из желатина или агара и представляет собой студенистую массу Я предлагаю вам сегодня сделать необычный мусс Мусс из пектина или агара, это слишком скучно Давайте сделаем мусс из хурмы Дело в том, что хурма обладает желирующими свойствами Если замечали, то спелая хурма имеет немножко такой вид, как будто плотненькое желе Так вот, это свойство хурмы нам сейчас и очень пригодится Для рецепта нам потребуется хурма, но очень-очень спелая И два вида шоколада Темный шоколад и белый шоколад Для начала нам нужно растопить шоколад А пока шоколад растапливается в микроволновке Порежем хурму на мелкие дольки Делим хурму на две части Одна часть нужна для белого шоколада, другая для темного Чтобы десерт был более однородным, кожицу уберем Смотрите, чтобы в хурме косточки не попадались Добавляем туда растопленный белый шоколад Начинаем работать с белого шоколада, чтобы потом не мыть блендер Перекладываем то, что у нас получилось в отдельную емкость И повторяем все те же манипуляции, только с темным шоколадом И уже сейчас видно, что масса достаточно густая Когда шоколад застынет, она будет более плотной, но пышность ее останется У нас все готово для десерта, остается его собрать Собираем слоями слой темного в слой светлого Начинаем с темного, он более плотный Его мы складываем на низ стакана Примерно делим количество на две части Можно сделать два отдельных десерта Один темный и один светлый Но слоями получается интереснее И посмотрите, какая получается структура За счет того, что хурма Немножко сама по себе Желирующая, прямо такая Плотненькая, упругая была в руках Шоколад растая, он еще застынет И получается такая воздушная Немножко желирующая масса И она очень хорошо ложится слоями Десерт готов, остается его декорировать Ягоды клюквы замороженные Ягоды смородины Чипсы кокоса Дробленые орешки Вот такой интересный мусс из хурмы у нас получился Как видите, рецепт совсем простой Его легко повторить дома А я желаю вам приятного вечера И хорошего аппетита Неожиданный рецепт Потому что обычно хурму как мы пробуем Так просто, да, ничего особого Ну максимум, может быть чизкей кто-то готовит А вот мусс точно не доводилось еще Поэтому записываем рецепт Пробуем, тем более, что сейчас сезон хурмы Ну а прямо сейчас у нас на связи Любительница хурмы Я это знаю точно Сезон Марины Ошкиной начинается прямо сейчас Привет, Марина Hello, hi guys Okay Okay How are you? Марина сказала Здравствуйте, телезрители Hello Hello Добрый вечер Hello, teleguys Задайте мне вопрос Как дела, как настроение? Как дела, Марин, как настроение? А я, смотрите, сама попросила задать этот вопрос И до сих пор паникую, что отвечаю Все хорошо? Хорошо Здорово Мы сегодня будем с тобой, во-первых, играть А еще хочется у тебя узнать Какое бы животное ты хотела бы завести Ну, записывайте Так, я бы хотела завести альпаку или ламу Можно того и другого, это же разновидности Хочу енота, чтобы вот он так вот И доставал что-то из миски Да И хочу страуса, чтобы он бегал в загоне Жу, 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 жу Вот так Ага Вот И еще ферму Харьков, чтобы их 50 штук А альпака, это чтобы, типа, он живало просто, да, на камеру? Да И все Я бы выкладывала и в интернет, и все бы такие О, как это мило, у Марины есть альпака Да А еще у нее есть харьки Да Видите? Уже даже мысленно уже с ума сойти, как лево Да, согласен, согласен. Хорошо. Давайте сейчас сойдем с ума от вопросов еще, которые ты нам будешь задавать. Да. Смотрите, я снова зашла в интернет, снова порылась в фактиках, и снова кое-что скрыла от них, от вас, вот там. И попрошу вас угадать. Итак, первый вопрос в студию. В 1518 году город Страсбург в Альзасе настигла вот эта вот вещь. Вещь. И все, люди начали рьяно танцевать в течение месяца. Ваши варианты, что там такое могло произойти, что люди вот так вот необычно себя вели? Танцевальная лихорадка. Почему? Это что? Это шоу-танц на ТНТ? Танцевальная лихорадка? Страсбург? Страсбург, да. 1518 год. Ну не чума, да, ответ, наверное? Вряд ли. Такой был бы уже. А что они, типа, в чуму начали танцевать? Ну смотрите, может быть, новый штамп чумы. Ага. В 1915 году в городе Страсбург, в Альзасе, настигла, город Страсбург, настигла, настигла. И люди начали рьяно танцевать на улице в течение месяца. Многие пострадали от инфаркта, инсульта и просто истощения. Они не останавливались, танцевали. Ну, чтобы танцевать под песнями Ладзе, рановато. Да, настигла концертная... Может быть, что-то, какая-то лава была, и типа, чтобы горячее... Была-то лава. Да-да-да. А они начали танцевать, чтобы просто не прилипнуть. Настигла время чечетки. Сезон. Сезон. Сезон картошки копать, сезон хурмы и сезон чечетки. Хурмы и... да. Так, слушай, ну у нас есть по варианту. У меня лава, а у тебя... А у меня... Сезон чечетки. Танцевальная лихорадка. Танцевальная лихорадка. Остаюсь на своем варианте. Хорошо. Правильный ответ в студию. Ага. И это? Танцевальная чума. Я, смотрите, не поверила. Такое бывает? Потому что, да, в интернете много чего пишут. Я пошла проверять. Действительно, такое было. Сначала заболела одна женщина, она пошла себя так странно вести. Потом к ней присоединилось еще человек 15. И потом 400 человек на улице так танцевали. Власти пытались бороться. Сначала вроде бы давать ему музыкантов, всех выведем там. Чтобы было, хоть какой-то эффект создавать, что у нас карнавал. Это же перформанс. Но не помогало. Потом решили вообще все веселительное мероприятие запретить. Как похоже. Вот. Но это тоже не помогло. В итоге людям, ну, некоторым полегчало. И до сих пор... Некоторые привелись, да, ведь? Ну, да. Да-да-да. Вот. И до сих пор делятся мнения, что же это могло быть. Но это... В организм попала какая-то спора, которая немножечко, значит, влияет на кровь. Нарушила рассудок. Да. И поэтому вот люди себя так странно вели. Поэтому танцевальная чума действительно была. Но это очень хорошее название для какого-нибудь танцевального... А мы называем это танцы. Это для сборника песен какого-нибудь. Танцевальная чума 2012. А может быть, танцы от Константина называть танцевальная чума или лихорадка? Я думаю, она обидится. А что? Почему? Это же... Все танцуют, не понимая почему. Хорошо, давайте следующий вопрос. Дальше. Загуглила необычные законы. И, например, в Японии запрещено что? Целоваться на людях. Я бы вообще везде это запретила. Ну, нет, ладно. В Японии запрещено... Варианты уже смотрите. Танцевать на улице. Они перестраховались и решили, что тут... Только по методу воду можно. Так, в Японии запрещено убивать людей. Это понятно. Ну, я думаю... Что-то необычное. Что-то необычное. Что-то необычное, потому что я надеюсь, что там, ну... Цирк. Цирковые представления, возможно. В Японии? А что? Они же наоборот такие все ловкие же вроде бы. Да, но может конкретно там запрещен цирк. С животными? Не буду вообще такой просто, как вид, может быть. Цирк. Я просто сейчас вспоминаю факты Японии, и у меня только машины, роботы. Я помню, что там, да, что-то очень много чего есть такого запрещенного, но не могу сказать, что конкретно. Нельзя хамить банкоматом, а то они восстанут. А еще в Японии запрещено там, может быть, ну... Давай, свой вариант. Я считаю, что целоваться на улицах. Ты что считаешь? А я считаю, что в Японии запрещено грубить старшим или что-то такое там. Грубить на уровне закона. Да, да, да. Вычитаю, да, старшее поколение. Ну что, к правильному ответу идем? Идем. В Японии запрещено ожирение. Вот, за этим строго следят. Вот, нельзя иметь талию больше 80 сантиметров мужчинам, а женщины не больше 90 сантиметров. А во время беременности как? Ну, это, наверное, считается. Вот, представляете? Но сумоистам повезло, конечно же. Они исключения. У них либо запрещено, либо в сумо. Выбирай. Выбирай. Две крайности. Только ситхи меряют все абсолютами, конечно, но... Слушай, это интересный вариант. А вот мы не знаем, как вот в зал ходим что-то еще. Вот, закон ввели, все. Хочешь, не хочешь. И никакая кость широкая не поможет. Конечно. Хорошо. Итак, идем дальше. Смотрите. Завтра же уже декабрь. И будем Новый год немножечко внедрять везде. И у меня вопрос. Окончательно образ современного Санта-Клауса сформировался благодаря иллюстрациям Сан-Блома, созданного для... Ваши варианты. Ой-ой-ой, я читал. Вот. Ну, то есть сначала всякие сказания про Святого Николая были. Вот это все как бы... Вот, мне кажется, мне кажется, что это что-то как раз для вот какого-то такого формата, наверное. Для какого-то напитка? Да, там создавали... Ну, то есть он был изначально вообще какое-то там божество и там на иконах, а потом его перерисовали для рекламы. Я недавно читал эту статью, и там была какая-то такая надпись такая была, что для какой-то прям рекламы. Но слишком просто, как будто бы это. Возможно, это что-то другое. Возможно, это для этих дымоходов. У меня... Чего? Чистки дымоходов. Для чистки дымоходов. Да нет, это что-то рождественское такое, на такой момент. Ну, смотрите, я без ограничений снова пришла. Вот. Воля. И так? Ты про что? Для рекламы? Я думаю, что реклама... Это 100% реклама. Созданного. А я думаю, что какого-то, может быть, страшного, ужасного комикса, наоборот, он был каким-то, может быть... А я и не очень хорошим человеком, а его решили поменять. Между прочим, ведь, Ален, есть же антипод Санта-Клаусу. Я не помню точно, чтобы не врать, как его зовут. И он... Злой Санта есть, кстати говоря. Да, действительно. Хорошо, давайте посмотрим, что за настоящий ответ. А на самом-то деле, всё маркетинг решает. Маркетинг владеет всем миром. Да, для рекламы Coca-Cola в 30-х годах. Вот спасибо нашему напитку за... И, Коля, тебе. Да мне-то не стоит. Я к этому не причастен. Ну, такой тюридированный. Я просто много читаю. Хорошо, на этом всё, Марин, да? Да, у меня всё. Спасибо большое, очень классный вопрос. Ну что, мы тебя тогда отпускаем отдыхать, Ну, а прямо сейчас мы двигаемся дальше. И у нас рубрика «9 глупых вопросов». Ура. Сегодня мы поговорим со стоматологом. Хочешь узнать что-то новое об интересных профессиях, но боишься спросить напрямую? Каждую неделю мы будем задавать 9 глупых вопросов представителям какой-либо профессии. И они расскажут, как всё есть на самом деле. Всем привет! Меня зовут Александра, и я врач-стоматолог. Пациенты нас боятся. Пережитки старого, пережитки прошлого, когда во времена СССР напугали. Лечением зубов когда-то было без анестезии. Было много антисанитарии. Было больно, было долго. Ну, вот так вот напугали получается. Сейчас новая эпоха в стоматологии. Полностью достигается, хотя бы процентов 99 стерильности, достигается максимально комфорта для пациента. Ну, и эпоха анестезии, седации, наркоза. То есть всё для вас. Стоматология – это пока ещё такая профессия, где мы полностью связаны на заграничном материале. Российского у нас мало. То есть, да, оно есть, но пока качество, допустим, где-то уступает, где-то уступает ценовая политика. Поэтому мы всё закупаем за границей в основном. Обязательно, всегда. Ну, тут уже волей-неволей, когда с кем-то ведёшь диалог, встречаешься, разговариваешь, взгляд падает на улыбку твоего собеседника. Сразу уже как-то понятно, ухаживает он за зубками, не ухаживает. Можно даже понять по уровню вообще отношения пациента, отношения собеседника, как он относится именно к себе, к своим зубам. Значит, так он относится и к жизни своей получаться, и всему, что вокруг него. А когда тебя спросят, я совета дам. Если меня не спрашивают, я совет не буду давать. Многие люди сейчас понимают важность зубов, за ними ухода, и что профилактика – это дешевле, чем лечить, да. Первые минут пять нет, потом – да. Для чего вообще у нас жвачка изобретена, да? Это у нас как дополнительное средство гигиены в процессе дня. То есть, когда мы с вами покушали, прополоскали рот водичкой, и да, можно пожевать жвачку. Она собирает остатки частиц, которые остались у нас в пище, да, не вычищенные. Она освежает дыхание и маленько помогает в стимуляции слюны. А слюна у нас именно обрабатывает зубки, да, дочищает их. То есть, первые пять минут – да, это круто. После ее нужно выплевывать. Золотое правило – это мы чистим зубки два раза в день, используем дома дополнительные средства гигиены – это ирригаторы, зубные ёршики, это ополаскиватели, это зубные нитки. Если все это будет у вас дома, к стоматологу придется ходить реже. «Бесит» – прям такое хорошее слово подобрано. Когда обесценивают данный труд и обесценивают данную профессию. Раньше было как? Бог, царь и потом врач. То есть, врача почитали, это была очень уважаемая профессия, это была самая престижная профессия. Моя знакомая обратилась к врачу. И такая вроде жаловалась на другого врача предыдущего. На что ей сказали очень хорошую фразу. Если мы будем жаловаться на всех врачей, у нас даже плохих не останется. Любой труд должен быть ценен и значимым. Тем более, это все-таки врач. То есть, это все-таки профессия, которая спасает жизнь. Я даже не побоюсь такого слова. Как я люблю говорить, есть два вида стоматологов – «от Бога» и «ради Бога». Вот которые «ради Бога», там, пожалуйста, да. То есть, ну, 30 тысяч, наверное, мне кажется, они будут получать где-то в госучреждениях, наверное, да. Стоматологи, которые от Бога, это люди, которые любят свою профессию, которые постоянно обучаются и вкладывают в себя, опять же, много денег, чтобы потом это отдавать своим пациентам в качестве знаний. Тогда, да, начинаем. Вот я даже не побоюсь такого слова, что от 100 тысяч и выше. Ухаживать за своими зубами, хорошая гигиена, хороший уход. И ходить к стоматологу раз в полгода на осмотр. Всем спасибо за просмотр. Желаю вам отличного настроения, здоровых зубов, и чтобы все у вас было отлично. Ну, а мы продолжаем, и прямо сейчас будем читать ваши комментарии. Где их можно найти, писать? В группе «Девятка ТВ». Там есть пост с прямым эфиром, в ней весь вопрос там же написан. Пишите туда комментарии, ответы на вопросы. Какое животное, не домашнее, а просто какое животное вы бы завели, и, собственно, лучшее получится от подарочки. Итак, поехали читать. Давай. Всю жизнь у меня были кошки, пишет Анна Солодянкина, и никогда не было собаки. Уже 6 лет не могу завести, а на фото рыженький гожий, черный, бездиного пятнышкого норка. Позойдите на фотографии, посмотрите, очень даже симпатичные коты. Максим Хакимов завел ужо, да потому что это друг человека, собака, и фоточка есть. Да, кажется, это Джек Рассел, порода, по-моему, если я не ошибаюсь. Ольга Каковихина, хочу собаку, но квартира не позволяет. Заводите маленькую собаку. Ну, то есть маленькая собака, маленькая квартирка, очень удобная. Может быть. Так, у нас тут Валентина Докучаева, никого бы не стала заводить. Вот так вот, считает она. И почему-то пишет, доброе утро, видимо, только проснулась. Счастливый человек. Какой счастливый человек. Замечательно. А вот завели ли бы Ленинса, кстати, ленились бы вместе. Лена Ольга Ченникова написала. Замечательно. Светлана Лешко завела бы игуану экзотично и познавательно. Вот так вот. Добрый вечер. Это наш любимый черный пушистик. Кстати, 17 ноября был день защиты черных кошек. У меня, кстати, тоже когда-то черная кошка была очень давно. Классный. Добрый вечер. Конечно бы, завел бы панду Серега Лимон. О, они такие милые вообще. Да, да, да. Так, боль детства. Хочу долматинца. Но не сто одного, а одного. Так же бы не отказался либо от белого тигра, но только небольшого. А вот когда вырастет, уже совсем проблема. Ну или змею. Но боюсь, что не подружусь. А так бы везде ходил с ней по городу. Не, а почему девчонки могут ходить с собачками? Я не могу со змеей. Такой комментарий, знаешь, завел бы, но нет. Завел бы, но нет. Завел бы, но нет. Неопределившийся, я считаю. А вот комментарий Вова Симукова, я считаю, надо обязательно прочесть. Обязательно. Хорошо. У меня тут просто еще Оксана... А, к Оксану Усову у меня просто еще есть. Если бы была возможность, завела бы себе мамонта. Вот только кормить его проблематично. А в детстве всегда мечтала о лошади или хотя бы пони. Сейчас у моих детей такая же мечта. В реальности только два кота. Вот так. Вот. А Серега Лимон говорит, после того, как ссылка в контакт на зоопарк, захотелось попугая. Который бы на плече всегда... У меня травма детства была. У меня в детстве с братом мы пришли... А я очень хотел сфотку с попугаем. И попугая посадили не на мою руку. А, на руку брата? Да. И я... Ну, не знаю, мне 5 лет. Напоминаю, с 5 лет до 33. У меня эта боль жила в жизни. Я фотографию тут смотрел. И только в 33 года меня отвели в контактный зоопарк, где мне посадили попугая. И на плечо, и на руку. Я с ним уже на фотку. Он с вами говорил. Он кусал меня за ухо. Я такой, ну все. Снят мой этот... И штальт закрыт. Хорошо. Вова Симуков. Кису бы хотел завести. Люблю кисик. 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 Замечательно. Три пуделя любимых на Радуге. Дома пудель Данка, 17 лет. Мотя, 3 года. Чихохуа и Риска. Мечтаю провести пуделя. Пуделя овчарки. И пуделя... Пуделя самым животным. В общем, что хотелось бы подытожить. В общем, да. Марин Погодин, у нас дома живут декоративные кролики. Джеймс и Рич, попугай-чип и аквариумные рыбки. Мечтаю завести карликового кролика, чтобы всегда брать его с собой. Можно даже в кармане носить на работу. О, какой лайфхак. Марк Вагунов. Я бы завел кошку, потому что они милые и красивые. И у меня, живемо, живет енот. Егорка. Он любит тащить все это всюду и валяться на диване. Обычно, наоборот, у меня есть кошки, но хочу завести енота. А тут, наоборот, улучшилось. Прикольно. Да, вот тут еще хотят... Ирина Лапина хочет маленького пони, а Татьяна Кротова как раз тигры. Доброго, ласкового. Я бы с ним ходила решать насущные проблемы, например, в ЖКО. А что? Почему нет? Представляешь, воды нет, и ты с тигренком, как говорится. Мне вот тигренка надо помыть. Да, никто вам ничего не скажет. Думаю, что воду отключать не буду точно. Белку Дегу хотели бы еще. Которая прыгала бы и веселила всех ночами. Класс. Сергей Кудрявцев завел бы хамелеона, но хочется рептилию. Такая вот мечта, чтобы жил я в изобилии. А мы вам желаем жить в изобилии. У меня же вот шуня, шиншилла, нежная, шерсткая, так и хочется перебирать пальчиками. Когда к нам приезжает бабушка, кормит и приговаривает. Кушай, шуничка, расти на шубку. Уже 6 лет так. Пока только на одну варежку доросла. Кстати, там такая милая вообще фотография. Зайдите, такая прям новогодняя праздничная. Новогодняя шиншилла, да. А что у нас тут еще есть? Ирбисы хотят, необычные животные. Пишут нам, что девяточка мы лучше, Александр Савкин. И еще Зара Ковтон завела бы пару пингвинов. Корову, пишет Серега Львовна, в деревне самое то. Класс. И Светлана Самылова завела бы полный набор. Никто так дома не встречает, как собака. Вот с этим соглашусь. Моя даже лужу от счастья иногда сделает. Кошке доверяя убаюкивать ребенка, а канарейка пением даст гармонию души. В общем, друзья, вы большие молодцы. Продолжайте писать. Ну а прямо сейчас двери 9-й студии открываются для того, чтобы встретить наших гостей. Ура. Сегодня в гостях у 9-й студии артисты Вятской филармонии Алексей Абашев и Николай Кононов. И сегодня вы можете задать абсолютно любые вопросы нашим гостям. Бахнуть баха. Ну что, друзья, у нас тут бахнуть баха решили наши гости. Поэтому давайте, чтобы для настроения, как говорится, бахнем игру. Ну что, вы сейчас готовы, друзья, услышать живую музыку от наших гостей? Вот прямо так сразу сходу с музыки начнем. Надо признать, что мы бахнем. Ну, Николай Александрович не пропускал уроки баха в консерватории. Не, пропускал, но меньше, чем я. Да, наверное. Поэтому он и начнет. Ну что, давайте, сейчас узнаем, какое у вас настроение. Настроение великолепное. Музыкальная консерватория окончена в прошлом тысячелетии. Баха мы бахаем по-своему. При бахе еще. Музыкальная консерватория окончена в прошлом тысячелетии. Вау, вот это настроение. Что-то из неизданного баха, как я понял. Мы просто подумали, что если бы баху попался в руки вот такой инструмент, он бы обязательно сочнил именно эту песню. Что-то вроде мурки, наверное. Друзья, напоминаю, что вы можете задать любой вопрос нашим гостям. За это, кстати, вы можете получить замечательные подарки. Это два пригласительных билета на ансамбль «Россия» и на баянный дуэт «Сип-дуо». Это вы? Нет, к сожалению, это не мы. Это звезды, настоящие звезды. А вы? Это просто... У нас дуэт, не знаю, на двоих сегодня просто называется дуэт. Но не отец и сын, разумеется. Но, к счастью, так получилось, что Алексей был моим учеником. Классно. Невероятная гордость для меня. Учитель и ученик сегодня у нас. В общем, билеты здесь есть, можно выиграть помимо наших призов. Задавайте вопросы. Но вы пришли с важной миссией, впереди же ожидается потрясающее событие. И это была, так сказать, некая прелюдия того, что нас ожидает. Расскажите. Совершенно верно. Ну, я все-таки воспользуюсь случаем. Давно вы меня не приглашали, поэтому я сейчас нахально буду пользоваться вашей. эфирным временем. Мамуля, я передаю тебе привет. У меня просто мама наконец-то нашла кнопку 9. Также сыну своему маленькому передаю привет, потому что он совсем малыш. Только научился говорить, сразу спросил, папа, когда ты возьмешь меня в телевизор. Мы ждем. Я обязательно тебя возьму. Если серьезно, да, впервые в нашем городе, а именно Вятской филармонии, пройдет Всероссийский фестиваль «Баян-парад». Вау. Мы, как баянисты, конечно, невероятно очень рады этому событию. Горды этим. Ну и, конечно же, не только кировские, вятские музыканты, не только баянисты, но и народники вообще выступят в эти дни на сцене Вятской филармонии, но будут приглашенные, конечно же, гости. И вот вы сейчас только что их перечислили. Это супер-дуэт баянистов из Санкт-Петербурга, СИП-дуо. Александр Сироткин и Андрей Бетюцких. Ребята, ну, как сказать-то... Могут все. Могут все, да, действительно. Это ребята-обладатели всех возможных и невозможных трофеев. Им уже не надо ничего доказывать, они просто приедут и поразят своим мастерством. Виртуозы. Абсолютно, абсолютно верно. И 8 декабря к нам приезжает знаменитый, уже знаменитый ансамбль «Россия» имени Вильмилы Зыкиной под управлением Дмитрия Сергеевича Дмитриенко. Кстати говоря, примечательный факт. Ансамбль является обладателем премии «Оскар» за создание саундтрека к фильму «Гранд Будапешт». Это действительно факт. Запишите себе. «Оскароносные гости к нам приедут». Супер. Но что еще примечательное... А вы будете? Тем, что вот нам с Николаем Александровичем удостоились чести сыграть сольное произведение с этим ансамблем. Все. Да, повезло. Очень повезло, потому что, ну, благодаря тому, что Дмитрий Сергеевич все-таки учился у нас, мы его знаем, и он нам предложил, любезно предложил нам отказаться от такого, даже если не получается, просто грешно. Со звездным коллективом хотя бы разок сыграть. Это здорово. И, конечно же, с ними приедут солисты. Невероятный баянист Алжас Нурланов. Это представитель молодого нового поколения. Обладатель Кубка мира. Есть такой трофей. В этом году в городе Мюнхен он проходил. Алексей Панкратов. Обладатель первой... Лауреата первой степени всероссийского конкурса. Ну, короче говоря, это, знаете, вот просто дрим-тим. Анкордеон. Созвездие талантов. И вообще нам отрадно, что в последнее время искусство, исполнительство на баяне очень развивается, очень омолаживается. Много вот молодых, красивых ребят посвящают свою жизнь этому делу. Как думаете, с чем связано? Почему? Ну, наверное, вот благодаря, может быть, как раз-таки, что в небольших городах есть такие вот преподаватели, как Николай Александрович, которые заряжают, которые заражают своей любовью к этому инструменту, которые могут правильно преподнести инструмент, показать его возможности. Ну, а дальше ребята вырастают, конечно же, уже дальше едут поступать в вузы. Вообще у нас Киров очень славится традицией именно школы на народных инструментах. Я помню, вот в свое время, не знаю, Николай Александрович, вы, наверное, тоже застали, вот, приезжаешь в любой вуз страны, ну, допустим, в Нижегородскую консерваторию, которую мы с ней вместе закончили. Кстати говоря, Нижегородская консерватория в эти дни, вот буквально вот сегодня, в эти дни празднует свое 75-летие. Вот, поздравляем. Поздравляем родную консерваторию. Приезжает баянист из Кирова в Нижегородскую консерваторию, говорят, откуда из Кирова, ну, практически брали без экзаменов. Потому что очень-очень доверяли школе нашей, и хорошие баянисты, да и вообще музыканты в целом из нашего города выходят. Хорошо, у нас есть как раз небольшое видео, где вы выступали, я так понимаю, что в одном из фестивалей, сейчас мы как раз увидим вас, так сказать, в деле. В какой-то, да, давайте посмотрим. В какой-то, да, давайте посмотрим. Ну что, друзья, это, я так понимаю, что было с фестиваля видео, да, но у нас на нашей вятской земле в филармонии будет твориться просто что-то нереальное, потому что самые именитые, я так понимаю, что люди, которые титулованные, приедут к нам, и мы вам рассказали уже до этого в первом выходе. Поэтому нужно запоминать эти даты. С какой даты начинаем? 4 декабря в 17.00 в Малом зале вятской филармонии выступит баянный дуэт СИП-дуо. И 4 декабря на сцене Большого зала вятской филармонии в 18.00 выступит ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной. Восьмого. Восьмого? Восьмого. Я восьмого сказал? Нет, ты сказал четвертого. Прошу прощения. Восьмого декабря. Восьмого декабря. Вообще лучше сходить на оба концерта. Очень рекомендую. Да, мы тоже придем. Да, мы бываем, надеюсь. Придем на сцену все-таки, да? С какой стороны? Какие скромные гости придут. Да, да. Просто я на разогреве у молодежи. Вот ты сказал, молодое поколение, право ужаса. А посмотри на себя, а? Это ж надо. Сейчас уже вас догоняем. Совсем молоденькие. Вот это звезды. Вопрос лично такой от меня. Вот как вначале был по первому треку, было понятно, что в принципе на баяне можно сыграть любую мелодию. И есть такое мнение, что если освоили баян, остальные инструменты даются вообще легко. Честно сказать, не пробовал на скрипке, не знаю. Но возможности большие инструменты, однозначно, конечно. Конечно, хотели, так сказать, сюда внедрить орган. Баян, это очень сложно, огромное. Прямой родственник органа, на самом деле, баян. За рубежом, кстати, в Европе баян называют кнопочный аккордион. Тоже сейчас очень широкое распространение получает инструмент. Становится, не побоюсь слова, модным. Действительно. Репертуарный диапазон инструментов совершенно разнообразен. И, кстати говоря, вот возвращаясь к видео, которое вы показывали, это как раз-таки третий всероссийский конкурс, на котором участвовал ансамбль «Три плюс два», руководителем которого я являюсь. И основателем. Ну да, практически. И там как раз-таки требования на этом конкурсе программные, они как раз на самом высоком уровне и соответствуют требованиям, которые применяются к любым инструментам, и пианисты, и скрипачи. То есть музыканты-народники, и баянисты, и не только, играют сейчас практически в тот же репертуар, который самый, который играют все инструменталисты. Да, это сложно, но это интересно, это здорово. И скажу еще, что сами баяны развиваются, сами инструменты. Вот я недавно еще буквально полгода назад приходил с таким вот трехрядничком маленьким. Сегодня я уже могу похвастаться новым баяном Юпитер. У меня Юпитер, у Николая Александровича Юпитер-спорт. Может быть, как раз наоборот. То есть сами возможности инструментов, они растут. И в тембральном плане, и как-то... Но их возможности, я бы сказал, раскрывают именно настоящие мастера. Да, конечно. И вот те, кто приедут четвертого, это все СИП-дуо, и, разумеется, вот Олджаст, Урланов. Но это лучшее, это лучшее из лучших. На них надо ходить, надо получать удовольствие, надо учиться у них, надо смотреть, что баян не уступает другим инструментам ни в чем. И в мастерстве исполнительском, может быть, эти ребята даже выше, чем многие приезжающие, в частности, в Киров. В общем, вы рекомендуете однозначно. Однозначно. Даже не надо думать. Те, кто никогда не слышали баяна, надо слушать, начинать именно с таких людей. Потому что впечатления создаются первые именно от тех, кто умеет, а не от тех, кто не умеет. Это должно быть впечатление положительное. А уж тем более любители инструмента должны приходить. Причем всей семьей. Вот всей семьей обязательно приходите с детьми, с бабушками, с дедушками, со всеми. Все получат удовольствие. Никто не останется. Это праздник музыки, потому что и сам, допустим, All Jast, в данном случае, 8-го числа. И, разумеется, коллектив, это лучший коллектив. Из оркестров. На данный момент... Это лучший коллектив. Лучший. Там все солисты. Оркестр солистов. Хорошо. Плюс звезда. Ну и мы за одним. Ну что, записывайте даты 8 декабря, филармония. И я думаю, что... 4-е и 8-е декабря. 4-е и 8-е декабря. 4-е и 8-е декабря. И вот 2 билета можно выиграть, если задавать вопросы. Их мы прочитаем сразу после того, как мы посмотрим сюжет прямо сейчас на ваших экранах ужин. Всем привет! Я бренд-шеф Макс Беданцев. И сегодня мы на ужин с вами приготовим пасту карбонару с брокколи. Для этого нам понадобится итальянская паста фитучини, сливки, яйцо, бекон и брокколи. В сотейнике доводим воду до кипения и на 3 минуты туда опускаем фитучини. Конечно, нужно же не забывать добавить соль. Кипящую воду мы опускаем фитучини. Как я сказал, варим 3 минуты. Фитучини мы варим 3 минуты, для того, чтобы внутри оно оставалось полуготовой. Это называется состояние аль денте. Ну и пока варится фитучини, мы бекон, можно брать вареный, копченый сыр, копченый режем такими средними полосками. Брокколи разберем на соцветия. Фитучини у нас сварилось, мы его откидываем на сотейник, и после чего мы промываем его кипяченой водой. Так, далее берем сковородку, нагреваем, добавляем растительное масло. Кладем брокколи, обжариваем 1-2 минуты, и после чего добавляем бекон. Вот, брокколи у нас слегка обжарились, добавляем бекон, и еще обжариваем, ну, где-то минутку. Брокколи и бекон у нас хорошо обжарились, добавляем сливки. Сливки необходимо хорошо выпарить, чтобы они были консистенции сметаны, то есть густые. У яйца мы отделяем белок от желтка. В общую массу добавляем уже сваренное наше фитучини. Ну и в конце добавляем желток. Вот и все, паста у нас готова. И аккуратно выкладываем ее. Сверху добавляем сыр пармезан. Сверху можно еще добавить немножко листиков рукколы. Ну вот и наша паста карбонара готова. Всем приятного аппетита! Ну что, прямо сейчас переходим к музыке, к вашим вопросам. Итак, вот есть вопрос, например, номер один. Сергей Токарев, насколько важен для вас баланс технического исполнения на инструменте и внутреннем содержании материала, который вы исполняете. Ну, в принципе, это два обязательных условия для качественного исполнения любого музыкального произведения. Сибиоз! Да, музыка, конечно, это вид спорта определенный, да. Быстрее, выше, сильнее, да. Быстро играть здорово, красиво, классно, технично. Но, конечно, в любое произведение надо вкладывать смысл. Потому что любой музыкант – это художник в первую очередь. Смысл очень громко сказано, но, по крайней мере, эмоции. Передача образа. Ну, это вот как если вот фигурное катание, да, там ведь все оценивается, да, то есть техника и артистинка. Но бесспорно, когда техника не мешает выкладываться, то играть значительно проще и удачнее будет выступление. Вот у Алексея это получается великолепный. Я очень рад за него, очень рад за него. Вопрос. Есть такая шутка. Веселились так, что порвали два баяна. Случалось ли вам порвать баян во время выступления? Ремни отрывали, ремни отрывали. И уже несколько раз. Ну, был помоложе, вот когда, как Алексей, только так отрывал вот здесь ремни. Ну, это ж кожа. А силище неуёмное было. А сейчас вот инструмент становится с каждым годом килограмма на три тяжелее и тяжелее. Я так понял, имею в виду про мех. Это ещё не рвали. Я развею миф. На самом деле баян, вот чтобы мех вот эту штуку порвать, это, ну, не знаю, надо невероятное усилие, чтобы с двух сторон просто тянули там две лошади. Но мы этого делать не будем. С хорошими инструментами. Надо прячься, да. Хорошо. А кто-то пишет, баян самый мобильный музыкальный инструмент. Практически всё можно сыграть и где угодно. Марина Погодина, видимо, знает уже, что это такое. Спрашивает Вика Фукалова. Много ли сегодня подрастает исполнителей на баяне? Инструмент пользуется вообще популярностью? Вот вы сами сказали, что он значительно стал моложе. А вот действительно, есть ли те, кто хотят... Есть, есть, слава Богу, есть у меня и малыши, да, у Алексея тоже, и студенты. И у нас увеличилось количество студентов на инструменте нашем баян-аккордеон. Это хорошо. Надеемся, будет ещё больше. Очень надеемся. Вот это последние, наверное, лет пять уже такой рост он ощущается. Чуть-чуть. Ну, я от себя тоже скажу, пришёл в музыкальную школу. Вначале детей, вот чтобы мне класс набрать, там, скажу честно, ребёнок пришёл на фортепиано, хотел учиться, говорит, нет, у нас преподаватель на баяне, идите к нему, всё. Это буквально первые пару лет, вот. А потом уже люди сами, вот мы хотим Алексею Владимировичу на баяне. И таким образом тоже есть класс. Я думаю, как раз вот за счёт молодых специалистов, которые вот возвращаются на родину, оканчивая консерваторию, коих-таки, конечно, немного, если честно. Да что уж там, из молодых людей Алексей Владимирович один. Что уж там. Мы надеемся, что ещё будут возвращаться обязательно и сохранять, прославлять вязкие традиции исполнительства на баяне. А можно такой, тут вопрос спрашивают, я его чуть перефразирую, Оксана Ус спрашивает. Чем отличается гармонь от аккордеона и баяна? Вот для всех людей, чтобы они, многие же путают, очень важно. А я знаю, что многие исполнители обижаются, аккордеон, баян особенно. Ну, честно сказать, знаю по себе, я пытался на гармонии играть. Разные системы у нас не очень получаются. Меньше, да? Она меньше, конечно, полегче. Громче, кстати. Громче. Гармонь лучше. Но играть на ней не проще, я бы сказал. А аккордеон, он с клавишами. Да. Баянист не умеет играть на аккордеоне, аккордеонист на баяне, а также аккордеонист не может играть на гармонии. То есть это разные инструменты. Кстати, я не встречал ни одного, правда, человека, что универсально одинаково может владеть всеми тремя инструментами. Все равно они каждый имеет свой способ. Может, универсально плохо. Это да. Это да. Это ко мне тогда. Ну что, прямо сейчас, друзья, вопросов много, но мы, к сожалению, задать все не сможем. Мы прямо сейчас посмотрим, какие фильмы вы можете увидеть на этой неделе, а сразу после для вас будет большой-большой сюрприз. Режиссер Иван Кальберек представляет комедию «Венеция зовет». Эмилию 14, он брюнет. Но его мама считает, что все блондины счастливы, поэтому каждый месяц позорно красит ему волосы. А его папа, чудаковатый торговый представитель, никак не может достроить дом, поэтому семья живет в фургончике. Еще Эмиль влюблен в Полину, которая однажды пригласила его на концерт в Венецию, где ей предстояло выступать. Первое воскресенье каникул в 4. Успеешь приехать? Чертто. Ты говоришь по-итальянски? Макаси. А, прикольно. Скажи что-нибудь. Ты не говоришь по-итальянски, но акцент классный. Эмильский. Конечно, вместе с бедным подростком туда устремляется и вся его семейка. Это будет то еще приключение, увидеть которое вы сможете уже сегодня вечером в 21.00 на Девятка ТВ. Историческая картина «Жена смотрителя зоопарка». Реальная история отважного подвига смотрителей Варшавского зоопарка Яна и Антонины Жабинских, давших убежище и сохранивших жизнь более чем 300 евреям во время Второй мировой войны. Насколько я могу остаться? Идти мне больше некуда. Пока все не закончится. Ежедневные риски и опасность осложняются для Жабинских взаимоотношениями с бывшим другом семьи, а ныне высокопоставленным нацистским чиновником Луцим Хэком, влюбленным в Антонину. Смотрите в среду 1 декабря на Девятка ТВ. Драма «Примадонна» от режиссера Стивена Фрирза. Флоренс Фостер Дженкинс всегда мечтала петь на сцене. Вот только слухом и голосом природа ее не наделила. Но разве отсутствие таланта это препятствие для человека, который изо всех сил стремится к исполнению мечты? «И подарим всем в клубе на Рождество! Я так волнуюсь!» «Волшебная мысль, зайка! Но доктор Герман ясно выразился насчет волнения». «О, фу на него!» А звание самой никудышной певицы на свете далеко не всем может испортить настроение. Фантастический фильм «Милый друг» режиссера Лео Кармана. Симон – сирота, у которого есть невероятный дар – перевоплощаться в любого человека, к которому он хотя бы раз прикоснулся. Однажды эта способность и желание обрести близких толкает его на отчаянную ложь. Ложь, которая может стоить ему любви и жизни. Посмотреть этот замечательный семейный фильм вы сможете в пятницу 3 декабря в 21.00 на Девятка ТВ. Ансамбль 2 плюс 2 «Тика-тика». Бразильское народное исполняется стоя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Надеюсь, мы не испортили вашу игру Если что, у нас тоже были инструменты, мы не просто так Да, как называется это? А вот так и называется, яйцо Яйцо Шейкер Итак, друзья, научиться играть очень просто Нас буквально за 2 секунды, наверное, научили Главное это ритм, что не про нас, да, с Николаем Немножко И можно попасть в вязкую филармонию на сцену Серьезно? Вот это, да, самое главное прийти 4 декабря и 8, друзья Потому что баян парад, баянный парад И лучшие исполнители придут Будут лучшие баянисты Будет все Хотите смотреть на лучших, хотите в филармонию Да, мы вам сегодня попытались показать и передать ту атмосферу Которая будет проходить у нас в филармонии в начале декабря Поэтому приходите, забирайте билеты Ну и, конечно же, есть еще какие-то специальные условия по пушкинским, да, в этом картам? Да, да, прекрасная вообще вот Для студентов возможность по пушкинской карте прийти на оба концерта Не пропустите Так что запоминайте даты, приходите в филармонию 4 декабря, 8 декабря филармония, баян парад и ансамбль России Да, СИБДУ и ансамбль России Все, замечательно Все, что вам нужно узнать Приходите, пожалуйста Ну, а мы подведем итоги, друзья, в комментариях Поэтому заходите в группу ВКонтакте Девятка ТВ Там будут все наши победители Потому что сегодня их много Мы прямо сейчас их все будем выбирать С вами мы прощаемся Но сегодня в 19.30 будет Девятка рекомендует Мы будем радовать вас и утеплять Ведь скоро зима, уже завтра Всем хорошего вечера Пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»